Всем привет! С вами Нина, и я надеюсь, что многие из вас знают, что если у вас ничего не болит, это еще не значит, что с вашим организмом все в порядке. Врачи советуют сдавать анализы раз в год и проверять состояние своего организма. Я недавно переболела коронавирусом, чувствую себя периодически не очень, поэтому я решила пройти эту процедуру, показать вам, как все это происходит, и поделиться списком анализов, которые я сдавала. Я немножко волнуюсь. Конечно, сдавать кровь из вены — это малоприятное занятие, но чего не сделаешь ради того, чтобы чувствовать себя отлично и не переживать за свое здоровье. Спойте со мной! Ну что, друзья, вот я и подъехала. Не ела я все утро. Удачи мне! Пять минут до приема врача. Значит, мы прошли с вами базовый чекап, выявили показатели, которые низкие. В данном случае у нас выполнялась липидограмма, по ней все у нас хорошо. Липидограмма включает в себя холестерол, холестерин и липопротеиды высокой плотности, низкой плотности. В этом плане у нас все хорошо. Далее мы посмотрели с вами работу ваших ферментных систем, ферменты печени. Все у нас тоже прекрасно. В плане билирубинов тоже показатели все прекрасные. Дальше можно сказать про гормоны щитовидной железы. На данный момент Карелия – это эндемичный район, и у нас очень часто выявляются заболевания со щитовидной железой. Поэтому мы всегда рекомендуем один раз в год проверять себя, своих деток. Если мы видим какие-то такие особые симптомы, как утомляемость, вы спите, не можете выспаться. Как правило, это идет очень резкий набор веса, задержка жидкости. Это уже должно насторожить. При том, что у вас полностью липидограмма очень хорошая. И я вам рекомендую обратиться к эндокринологу для того, чтобы все-таки дообследоваться, выполнить УЗИ щитовидной железы, для того, чтобы уже врач-эндокринолог понимал, что касается как раз наших любимых гормонов. Это витамин D, он сейчас также называется гормоном, участвует в очень многих процессах в организме. И то, что характерно для жителей Карелии, он у вас оказался низким. Наша задача с вами сейчас – восстановить его в течение трех месяцев. Назначаю вам дозировочку, здесь я все прописала. И дальше мы с вами проверим, насколько он хорошо усвоился за эти три месяца. Сделаем контрольный анализ через три месяца. Но не всего, а только… Только витамина D. Что касается ферритина – это белок, который переносит железо. Тоже мы видим, он у вас пониженный, что также характерно для жителей Карелии, для жителей северных регионов. Плавненько придем с вами к хорошему показателю. Также мы видим гемоглобин, он тоже низкий у вас, да, на ней у вас есть легкой степени. В остальной лейкоформуле без изменений. Резюмируя все вышесказанное, по базовому чекапу мы можем теперь вас спокойно отправить к узкому специалисту, к эндокринологу. Назначаем вам уровень витамина D. И ферритин также будем с вами контролировать. То есть причина вашей утомляемости, понятно, решена. В чем была проблема? Из-за дефицитного состояния. Для жителей Карелии очень характерны дефицитные состояния, одни из которых проявление дефицита витамина D, дефицит ферритина, низкое железо, и также проблемы с гормонами щитовидной железы. Поэтому необходима обязательно контроль, базовый чекап, в который как раз входят все эти показатели, для того, чтобы отследить вовремя недостаток этих показателей, дефицитное состояние, и вовремя их скорректировать. Не жить с сонливостью, утомляемостью, а скорректировать эти моменты и жить полноценной жизнью. На данный момент существует профилактическая доза уровня витамина D. Она принимается не только в осенне-зимний период, а на протяжении совершенно всего круглого года и никак не должна отменяться. Даже на профилактическом приеме витамина D дефицитное состояние может возникнуть, буквально в два раза меньше уровень витамина D может быть. Мы тогда повышаем эту дозировочку. Не забываем про наших деток, обязательно им даем витамин D. Вообще считается, чтобы получить необходимую дозировку витамина D, надо 12 часов провести на открытом солнце. Профилактическая доза витамина D 2500 единиц. В принципе, можно принимать его как в капельках, так и в капсулах. В зависимости от формы витамина D назначать дозировочку. Базовый чекап включает в себя все показатели, необходимые для того, чтобы проконтролировать работу жизненно важных органов и систем. Мы смотрим работу печени, ферментов печени, ферментов почек. Также контролируем витамин D, который участвует в абсолютно всех процессах жизнедеятельности организма. И ферритин с железа, который нужен не только для того, чтобы вырабатывать гемоглобин, но и также в работе абсолютно всех органов и систем. Как правило, это один раз в год. И, к сожалению, не всегда это входит в перечень обязательных анализов в поликлинике. Гормоны щитовидной железы никто не будет назначать без необходимости. Надо пройти очень сложный путь от терапевта к эндокринологу, выявить симптомы. Но если вы уже сами понимаете, что есть какие-то моменты, вы можете прийти, сдать вот эти показатели и посмотреть как раз дефициты, и дальше уже скорректировать их. Начиная даже с 18 лет, мы должны уже задумываться о том, что если какие-то симптомы проявляются, то мы должны выяснять причину. Не может быть просто так у человека нехватка сил, энергии, сонливость. Также мы можем это заметить и у школьников, и у деток дошкольного возраста. Необходимо в любом случае контролировать и не списывать это на обычное состояние. Начиная с 18 лет, если мы говорим о взрослых людях, необходимо делать один раз в год базовый чекап и уже понимать, в какую сторону мы можем идти. Ну что, я думаю, что все вы видели, как прошел прием в доброжелательной атмосфере, в спокойствии. Я не нервничала вообще, и что мне больше всего понравилось, так это то, что я не просто получила анализы на руки, как это обычно бывало со мной. Со мной сидел врач и консультировал меня человек, который может объяснить мне, что значат эти показатели, и что мне с ними делать, то есть какие дальше мне предпринимать шаги, к какому врачу мне пойти, как питаться, какие принимать витамины. Пожалуйста, прошу вас. Следите своим здоровьем. С вами была Нина Кошева. До встречи. Продолжение следует...